Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Анапе состоится очередная игра Кубка губернатора края. Самые жаркие дни июня совпали с началом уборочной страды. Первые ее три дня показали, что зерновые и колоссовые в озимом клине анапских земледельцев удались. Урожай озимого ячменя еще выше, чем в прошлом году. Урожай озимого ячменя на 10 сантиметров с гектара выше, чем у наших соседей – темрючан. По данным краевой сводки «Экспресс-Агро» с анапских полей получают по 55 сантиметров с гектара. Погодные условия позволяют убирать зерно без дополнительной подработки сразу в ангары. А это большая экономия средств и возможность вовремя перейти на озимое поле пшеницы. Вот уже несколько дней, как в нашем муниципальном образовании, идет уборка зерновых колоссовых культур. Всего нам предстоит убрать 12,5 тысяч гектар площадей. На сегодняшний день мы убираем озимый ячмень. Урожайность хорошая, не хуже, чем в прошлом году. Мы уже убрали около 500 гектаров. И средняя урожайность составляет от 50 до 55 сантиметров с гектара по разным хозяйствам. После того, как озимый ячмень будет убран, сразу мы наступаем уже на поля с пшеницей и займемся ее уборкой. Комбайны у нас подготовлены, 26 комбайнов собственных, 23 комбайна привлечены. Нагрузка составит 255 гектар на один комбайн. Это даже немного ниже средней краевой нагрузки. Особое внимание с учетом климатических условий, которые сложились с этой жарой, мы уделяем противопожарным мероприятиям. Каждое поле опахивается и на каждом уборочном поле имеется трактор с плугом и емкости с водой на случай, если, не дай бог, что-то случится в плане пожароопасной ситуации. В ОПХ Анапское сегодня завершат уборка зимого ячменя. Справились бы и раньше, но близость моря и повышение влажности сокращает рабочий день земледельцев. Хотя, в общем, ячмень такого качества, что зерно семенных участков тут же закладывают на хранение. Свои семена на следующий год – это возможность больше потратить на удобрения, листовую подкормку, химпрополки. Все старания, вложенные в озимый клин с осени, сегодня радуют весомой отдачей. Остается пожелать нашим хлеборобам в хорошей погоде. Знойный полдень в уборочный день – это лучший подарок комбайнеру. Лишним не будет. В Анапе продолжаются внеплановые дополнительные проверки детских здравниц. Выполняется поручение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. С начала текущей недели руководители муниципальных служб совместно с контролирующими и надзорными органами провели мониторинги более чем в 30 санаториях, принимающих на отдых детей. Наша съемочная группа присоединилась к комиссии и посетила санаторий «Жемчужина России». Одна из самых крупных – здравниц Анапы. Первую летнюю смену в «Жемчужине России» провели свыше 5000 детей. В их числе почти 1300 ребят – жители Краснодарского края. Минсоцразвития Кубани проверяет, как принимают юных туристов, наших земляков. Совместно с вице-мэром Анапы Людмилой Марашовой смотрят основные моменты – пропускной режим, оздоровление, организация питания и пляжный отдых. Требования полиции соблюдены – ограждение по всему периметру 5 километров, 10 постов охраны, договоры с лицензированным ЧОПом и группой быстрого реагирования. Видеонаблюдение на территории имеется в количестве 164 камеры. Из них 4 камеры установлены на пляже, ведется круглосуточный обзор всей территории и запись в течение 30 дней сохраняется на сервере. Для организации детских перевозок закупили 6 комфортабельных автобусов. При выезде с территории двух и более транспортных средств – обязательное сопровождение ГИБДД. Приехали в лагерь и сразу же на осмотр к врачам. Новые детские группы в «Жемчужине России» принимают регулярно, а потому без первичного медицинского фильтра не обойтись. Здесь есть врачи-педиатры, которые осмотрят первичный осмотр ребенка. После первичного осмотра заполняется вся обходная документация, которая необходима по приказу Министерства Драгоградии. Где документация находится? Документация, она потом находится на корпусе. Она все уходит в корпус. Ребенок осмотрен врачом, возвращаемся сюда, и потом вещи все, и вместе с ребенком сажаем на автобус, и они уезжают в корпус. В летнее время санаторий реализует оздоровительные путевки с лечением весной. Тем не менее, при необходимости детей примут педиатр, лор-врач, стоматолог. Есть комната релаксации, бювет с минеральной водой и полезные кислородные коктейли. Дети обожают. Время проверки пришлось на обед. В столовой шумно, а вот на пляжах сиеста. Четыре часа на побережье вновь будет. Яблоку негде упасть. Во время купания детей у нас есть спасатель на вышке. Кроме всего прочего, у нас две лодки спасательные. Одна контролирует с этой стороны, другая движется оттуда. Лодки снаряжены в полном объеме. Мы провели водолазное обследование, где у нас выявлены опасные места, там у нас все отмечено. Наверняка это не последняя проверка в жемчужине России. В этом году здесь отдохнет 21 тысяча детей. В их числе 4 тысячи ребят из городов и районов Краснодарского края. Мониторинг, на мой взгляд, мы провели качественно. Не было никаких поблажек. Каждый специалист смотрел свое направление в соответствии с теми требованиями, нормами закона и нормами САНПИНА. Есть, конечно, замечания. Без замечаний быть просто не может, потому что я называю детскую здравность уже живым организмом. Здесь все время идут какие-то изменения, как минимум появляются новые дети. И, конечно, они приносят абсолютно какие-то, может быть, даже другие или новые условия. Поэтому замечания есть. Но хочу сказать, что по сравнению с январем и февралем, когда мы здесь были первый раз, не столь существенные. Они будут отражены в акте, в котором распишется руководитель этой здравницы. Я думаю, что в следующий раз, когда мы сюда придем, они будут исправлены. Из Екатеринбурга в Анапу отправился юбилейный 15-й поезд здоровья. На Черноморской побережье в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» едут порядка 500 свердловских школьников. Как отмечают организаторы проекта, во время движения поезда и отдыха детей максимальное внимание будет уделено безопасности. Как сообщают в правительстве Свердловской области, власти прежде всего стараются выделить путевки во Всероссийскую детскую здравницу юным жителям северных территорий региона. Среднеуральские власти говорят, что их программа оздоровления детей на Черноморском побережье уникальна прежде всего из-за количества детей. Она действует с 2011 года. За это время в Анапе побывали 6 тысяч юных уральцев. Также в «Жемчужину России» отправился специальный детский поезд с ребятами из Иркутской области и Бурятии. В нем 156 юных пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе по Слочной сибирской железной дороге. До момента открытия подземного перехода в станице Анапской осталась ровно неделя. Отделочники показали сегодня, что этот момент они приближают ударным трудом. Впервые такое сооружение возводится в сельском округе Анапы. Оно будет современным и уютным. Здесь никогда не будет намерзать снег и лед на ступеньках. Уже смонтирован электрический подогрев входных порталов лестниц. Отделочники завершают укладку керамической плитки. Одновременно ведется монтаж легкой конструкции навес над обеими входами. Бригадир отделочников рассказывает, что осталось навести порядок, смонтировать пандусы для инвалидов и уложить на полу коридору подземки керамическую плитку. В эту субботу, 25 июня, на Анапской ярмарке «Привоз» состоится бесплатная сельскохозяйственная лотерея, в которой можно будет выиграть призы от местных сельхозпроизводителей. Получить билеты можно с 10 утра, а сам розыгрыш начнется в 10.30. Также в рамках ярмарки выступит народный ансамбль, кубанские товаропроизводители предоставят дегустационные столы, будет организована выставка торговых мест. По итогам определяют лучшего товаропроизводителя ярмарки «Привоз» самое красивое торговое место и лучшего продавца. Напоминаем, что ярмарка располагается по адресу Анапа, улица Парковая, 76. Приглашаются все желающие. 23 мобильных группы с утра до поздней ночи в ежедневном режиме патрулируют город. Их задача выявлять несанкционированные торговые точки, нарушение правил благоустройства. И информацию ежедневно обрабатывают в аналитическом центре администрации Анапы. Участники мероприятия говорят, что по сравнению с прошлыми годами нарушений ощутимо меньше. В группе два сотрудника городской администрации. Они патрулируют набережную. Курортный сезон соблазн расположиться со своим товаром без разрешения слишком велик. Эта бочка с квасом стоит в 100 метрах от места, указанного в договоре на аренду муниципальной земли. Пока выясняли все нюансы, другой ларек с квасом попросту закрылся, причем в разгар жаркого дня. С этим объектом еще будут разбираться. На аналогичный объект на перекрестке Пушкина и Гоголя выписали протокол. Обычно штраф составляет от одной до полутора тысячи рублей. В эти дни во всех смыслах жаркие. Город обходит 23 таких мобильных группы. В самой Анапе, а также в сельских населенных пунктах, патрулируют в две смены. Работа начинается в 11 утра, заканчивается в два ночи. За месяц было выявлено более сотни нарушений. Несанкционированной торговли меньше. По отношению не к тому году, а если взять года 3-4 назад, то достаточно меньше. В 2-3 раза. Самые распространенные нарушения это мелкорозничная торговля в непредусмотренных местах. Это так называемые установленные столики. Сейчас очень много квасных точек, которые без разрешения работают. Составляем протоколы. В администрации поясняют, что те, кто торгует без разрешения, не платят деньги в бюджет, а это ремонт дорог, благоустройство, новые коммуникации, места в детских садах и многое другое. Кроме того, нелегальные торговцы могут позволить себе установить цену ниже, чем у добросовестных предпринимателей, создавая нездоровую конкуренцию. Под мусор одна штука. Все, пожалуйста, опять закрывайте. Одной из крайних мер может быть конфискация товара и самой несанкционированной точки. Если нарушитель будет упорствовать, то специальная межведомственная комиссия вынесет решение о демонтаже. Его опубликуют в газете, давая возможность самостоятельно провести демонтаж. Затем в ход идут краны. Ларек отправляется на штрафную стоянку. Анапу не случайно называют фестивальной гаванью России. Ежегодно на курорте проходит большое количество фестивалей различного уровня. Свою неповторимую изюминку имеет всероссийский многожанровый конкурс «Адрес детства России». Это арт-проект «Молодежная мода. Новый стиль отношений». Всероссийский конкурс «Адрес детства России» 16-й по счету. В этом году он проходил на базе санаторно-курортного объединения «Смена». На него съехались юные художники, авторы собственных произведений, вокалисты, танцоры и модельеры, практически со всех уголков России. Насладиться творчеством юных артистов можно было на театральной площади. На сцене выступали творческие коллективы, а рядом создавали вечернее платье для модницы под руководством модельера Андрея Полянского и образ ласкового анапского солнышка из ярких лоскутков. Руководила процессом создания рукотворного произведения искусства автор и ведущая программы «Мастер-класс» на первом образовательном канале Татьяна Лазарева. Именно ее мы попросили поделиться своими впечатлениями о фестивале и об Анапе. Лично мое впечатление о фестивале. Я очень часто бываю членом жюри детских конкурсов. Иногда это показательное выступление для взрослых. Они сидят в зале хлопают и дети в общем-то в конкурентных отношениях. Они находятся в конкурентных очень сложных взрослых отношениях. А тут дети собрались для того, чтобы обменяться опытом. И мне кажется это гораздо важнее, чем то, что они покажут диплом первой степени или привезут какой-то большой приз. Потому что детство начинается с дружбы, с улыбок и с внимания нас взрослых к этому очень сложному детскому миру. В выставочном комплексе «Атамань» прошел очередной вкусный фестиваль «Добра рыбка, гарна юшка», на который съехались участники со всей Кубани. Гости пробовали разнообразные блюда из рыбы и раков. Заманчивые яства никого не оставили равнодушными. Уха, заливное, вареные раки, креветки и многое другое удалось отведать в этот день всем желающим. Порадовали взрослых и детей и увлекательные игры на подворьях, песни и танцы в исполнении лучших народных самодеятельных коллективов края. На Анапском подворье в этот день представили творческие номера коллектива «Приморочка» и «Любава». Маленькие посетители с пользой проводили время в детячей хате, где ребята изучали книги и участвовали в мастер-классах. Все анапские коллективы в этот день получили дипломы участников фестиваля «Добрый рыбка» Гарна Юшка. В Анапе продолжается футбольный сезон. 26 июня в 18 часов состоится очередная игра Кубка губернатора Краснодарского края по футболу. На стадионе «Спартак» в поединке встретятся футбольные клубы «Анапа» и «Абинск». «Анапа» на данный момент имеет в своей копилке 13 очков и в турнирной таблице занимает седьмое место. Сыграно 8 игр, из которых 4 победы, 1 ничья и 3 проигрыша. У «Абинска» пока всего одно очко и клуб занимает 12 место, не выиграв ни одного матча. До начала матча в 17.30 на стадионе «Спартак» состоятся легкоатлетические старты с участием спортсменов нашего города. Приходите поддержать наших футболистов в это воскресенье. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. 200. Коз集rie